Доброе утро. Я рад быть с вами обратно в Москве. Продолжаем законы молитвы. У нас есть такая правило, что человек занимается одной митцвой, не должен, не обязан заниматься другой митцвой. Значит, если человек начал уже заниматься одной митцвой, он освобожден от другой митцвы. Мара привозит несколько классических моментов. Именно человек занимается, он радуется на свадьбе, на свадьбе, или человек, который участвует, не дай Бог, на охранах. Такой человек, он считается о свадьбе митцва, патурная митцва. Мара обсуждаетесь это именно люди, которые только они носят сам гроб, или также люди, которые только провождают человека. И, в конце концов, большинство решений, рабинюйона и другие, они считают, что любой человек, который участвует в такой митцве, он имеет статус о свадьбе митцва, патурная митцва. Естественно, когда человек закончил эту митцву и осталось время, этот человек должен молиться, если осталось время для молитвы. Но если прошло время, например, уже полдня, и человек пропустил молитву Шатарита, этот человек не должен, как мы знаем, что человек, который пропустил молитву по ошибкам, забыл молитву. Бывает, когда человек был анус, человек был в такой положении, в котором он не может молиться, больной, он был в месте, где нельзя молиться, плохо себя чувствовал. Такой человек, когда у него получается возможность молиться, он должен на следующем молитве молиться два раза. Один раз швунайсер для, например, для Минха, и второй швунайсер он должен повторить для молитвы Шахарит, которые человек пропустил. Но в нашем случае, когда человек занимался митцвой, он не называется анус, он не называется, что человек не смог. У него были какие-то особые, у него был патур, поэтому этот человек не должен повторить швунайсер после того, что прошло время молитвы. В Тальмуде обсуждается также человек, который изучает Тори, и написано, что люди, которые изучают Тори, как раби Шимон Баюхай, они тоже обслуживали молитвы, поскольку у всех в митцве, по турмену, человек занимается одной митцвой, он обслуживает другую митцву. Но только люди, которые, как раби Шимон Баюхай, которые занимаются изучением Тори всегда. Но все остальные, которые и работают, и которые занимаются своим делом, нам нужно остановиться и молиться. У меня был такой момент на прошлый шаббат, меня пригласили выступить в синагоге на имя Эдмонда Сафров, свадской синагоги в Нью-Йорке. Меня попросили выступить пять раз. Один раз в пятницу вечера, два раза в субботу утром, один раз в ЧУ до Минхе, и пятый раз во время судача лишить третьей трапезы. Утром меня попросили два раза выступить. Один раз, когда закончился первый миньян, который начался в 7-15, у меня, ну, я молился на второй миньян, и когда меня вызвали уже выступить на первый миньян, я только смог это сделать, если я буду сейчас молиться до того, что община молится. У меня вопрос был, это сделать или ты не сделал, поскольку пропустить филе с общины, чтобы дать урок для общины. Ну, это явно и ясно написано, что, чтобы дать урок, можно пропустить филе с Бетсибург. Поэтому я поближе молился до общины, чтобы давать урок, это, что со мной случилось в шаббате, и это также именно на это основание, которое мы говорили. Продолжение следует...